День в истории. 22 ноября 1893 года родился Лазарь Моисеевич Каганович, советский государственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина, герой социалистического труда, член Коммунистической партии с 1911 года. Работал в руководящих органах партии, секретарь ЦК, член Политбюро Президиума, председатель комиссии партийного контроля и других. Во время Великой Отечественной войны член Государственного комитета обороны и нарком путей сообщения. После войны заместитель председателя Совета министров СССР. Его имя многие годы носил московский митрополитен, строительством которого Каганович руководил в 1930-е годы. Будучи первым секретарем Московского комитета ВКПБ. В тот же день, 1898 года, родился Родион Яковлевич Малиновский, советский военачальник и государственный деятель, полководец Великой Отечественной войны, маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, народный герой Югославии, министр обороны СССР. В тот же день, 1909 года, родился Михаил Леонтьевич Миль, умер в 1970 году. Конструктор вертолетов, доктор технических наук, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. Коллективом конструкторов под его руководством были созданы вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-11, Ми-24 и другие. С детства увлекался авиамоделированием. В 12-летнем возрасте сделал модель самолета, которая победила на конкурсе в Новосибирске. В 1925 году поступил в Сибирский технологический институт, но вскоре перевез на механический факультет Донского политехнического института в Новочеркасске, поскольку там была авиационная специализация. После окончания института работал в ЦАГе имени Жуковского, участвовал в разработке автожиров А-7, А-12, А-15. Потом трудился на автожирном заводе заместителем Николая Камова. В годы Великой Отечественной войны Миль был отправлен в эвакуацию в поселок Билимбай. Там занимался усовершенствованием боевых самолетов, улучшением их устойчивости и управляемости, за что был удостоен пяти правительственных наград. В 1947 году Миль был назначен главным конструктором опытного КБ по вертолетостроению, созданного на базе завода номер 383 Минавиапрома. Первая машина ГМ-1, геликоптер Миля-1, созданная в ОКБ, была поднята в воздух 20 сентября 1948 года на аэродроме Захарова летчиком-испытателем Пайкаловым. В начале 1950 года, после серии испытаний, вышло постановление правительства о создании опытной серии из 15 вертолетов ГМ-1 под обозначением Ми-1. В 1964 году Миль стал генеральным конструктором опытного КБ. Первая радиосвязь самолета с землей. В тот же день, в 1911 году, инженер-подполковник Сокольцов осуществил радиопередачу с самолета, пилотируемого летчиком Панкрасиевым, на землю. До этого для корректировки артиллерийской стрельбы с аэроплана приходилось передавать информацию артиллеристам сбрасыванием вымпелов и т.д. Аппаратура, на которой работал Сокольцов, состояла из закрепленного на груди передатчика, отдельного приемника и установленного под сидением электромотора. Антенной служил спущенный с хвоста самолета оголелый провод длиной 35 метров, заканчивающийся металлическим кругом метрового диаметра. Общий вес системы составлял около 30 килограммов. В тот же день, 1917 года, вышел декрет о страховании от несчастных случаев. В тот же день, 1917 года, Ленин, Сталин и Крыленко по прямовому проводу потребовали от верховного главнокомандующего Духонина начала переговоров о мире с австро-германским командованием. Ленин от имени Совета народных комиссаров написал «Радио всем», в котором сообщалось о снятии главковерха Духонина, отказавшегося подчиниться советскому правительству, и о назначении нового главковерха. Объявлено о предстоящей публикации секретных договоров, имеющих отношение к войне. В этот же день, 1917 году, Совет рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии в Валке провозгласил советскую власть на неоккупированной территории Латвии. В этот же день, с 22 ноября по 3 декабря 1919 года, в Москве состоялся 12-й Всероссийский съезд коммунистических организаций народов Востока, наметивший задачи партийной и советской работы среди национальностей восточных районов Советской Республики. В первый день съезда с докладом о текущем моменте выступил Владимир Ильич Ленин. В этот же день, 1934 года, ЦИК СССР и Совнарком СССР утвердили положение о Народном комиссариате обороны СССР, который был образован путем слияния Наркомата по военным и морским делам и Наркомата военно-морского флота. В этот же день, 1957 года, опубликована декларация совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран, состоявшегося в Москве с 14 по 16 ноября 1957 года. Таким был день в истории.